Приветствую вас, дорогие подписчики и гости моего канала. Конец августа. Идет вовсю уборка урожая. Но у нас в этом сезоне не урожай на свеклу. Многие жалуются, что она вообще не выросла. Или корнеплод мелкий. Я тут попыталась ее все-таки пооткормить. И хочу показать, какой у меня урожай. Вот я срезала. Сейчас выдернула, срезала. Тут все обрезала на борщ, на зимние заготовки. Сейчас покажу, какая она грядки. Росла она у меня совместно с луком, сивком. Лук я выдернула. Сейчас посеяна горчица. Вот в таком состоянии у нее ботва. Она выправилась. Стала более насыщенная. зеленая, мощная. Но если ботва хорошая, значит и корнеплод должен быть хорошим. Если ботва не очень, как в данном случае, вообще не развивается, значит и корнеплоду нечего брать. Будет питание. Видите, этот все-таки не выправился. А так, в принципе, я довольна. Еще она немножко подрастет. наберет размер. Вот видите, какие корнеплодики. Это цилиндра у меня в основном, но есть и круглая. Люблю я эту цилиндру за ее вкус, за ее размер. Но здесь повыше. Видите, все-таки питания не хватило кое-каким. листочки. Видите, такие красные. Должны быть вот зеленые. С красными бордовыми такими прожилками. Здесь вообще краснота, как мангольд. Видите? Вот. Ну что же я для этого сделала? Особо я ее никогда и не подкармливаю ни в какой год. Посажу ее вот так вот. Совместные посадки отдельно грядку я не уделяю для этой культуры. Где есть место, туда и суну. Не очень даже хорошо все растет. Подкормила я золой. Я все разгребла. У нас очень дождливо было лето. Очень не то слово. Вот. И холодное. Раз дождливо, значит, земля забитая. я все прорыхлила и под корень подсыпала золы. Насколько у меня ее хватило. Вот. Полисту я пролила излейки прямо, хила там железо. И подкормила комплексным удобрением жидким бочка. Там есть микроэлементы и все-все-все вот эти вот питательные вещества. И вот смотрите, в каком она у меня состоянии. очень даже мне я довольна. Очень даже довольна свеклой. Хотя много ее не надо, но вот для борща, конечно, и для винегретов она незаменима. Вот. И хочется все-таки свой урожай получить, а не в магазине покупать. Ну, вот так вот, ребята, поделилась я с вами, какая у меня выросла свекла. Но еще не сборка урожая. Предварительный ток, так сказать. Так, так, так. Скажите, хоть она есть? Где? Вот наша водородка. Ну, вот и проболталась. Лемка, фенка. Мы взлетаем. Куда только непонятно. Скажу, господи, где ее только не носит. А мы за грибами собрался. Грибов нет. Вот это наш бывший аэродром. Здесь летные полосы уже разобранные, уже вон, видите, зарастает все. Раньше у нас тут самолетики кружили. Даже я каталась на самолетике вокруг Санды. Ленка, ты не каталась? Нет. Называется, что, как деревня правильно называется? Гавриловская? Или Гаврилова? Гаврилова. Гаврилова деревня. Там деревня Гаврилова. Там живут еще, да? Да, там Анька грязевая живет. Петлина Лукина. Нет. Кто еще там живет? Подожди. Петлина, Анька. Все, что ли? Ой, а вот у меня урожай. А, вот кто-то купил первый-то дом Богачева. У Олега, что ли? Да. Не, у Олега, а у Сереги. У тетя Драса, где жили? Первый дом вот с этой стороны. сначала его купила Катька. Ливьки на дочке, которая, знаешь? У-у. А, ну-ну-ну, господи, я забыл. Сказали богачеву Сереги. Ага. Тут не знаю, чего они его купили, зачем. Вот такая вот погода у нас за окном. За окном. Волнушечки, красотушечки пошли. Ребята, хочу вам показать, какой у нас хлебушек пекут на Санкт-Петербурге. Хлебокомбинанте. В народе называем мы его хлебозавод. Вот мы ехали с грибов, с леса и решили заехать вот за хлебушком. Как раз принесли горячий только что из печки. Слышите? Слышите, как корочка корочка как хрустит. И сейчас я буду, знаете, как его есть. Надо было нож наточить сначала. Ох, как хрустит корочка-то. Ой! Сколько хлеба я не покупала, но в сандоске все равно самый вкусный. А запах до головокружения. Хоть и вреден горячий хлеб, но иногда можно. И сейчас вот я буду кушать вот с маслом с таким. Купила вчера на рынке. Вот такое масло с запахом кубанское. Вот сколько оно стоит. по-моему 200 рублей. Да. Я еще нет покупала. Вот 200 рублей такая бутылочка. Так. И сейчас буду вот так вот. Вот чайку я уже свеженького заварила. Вот такой красивый, прекрасивый. Посластила. Люблю сладкий. Люблю сладенький. Да. Чтобы чаек был сладенький. Так. Сейчас маслечко налью. Вот так вот блюдечко. посолю. Посолю. Далеко я не ушла. Я здесь мелькаю. Вот так вот посолю. Вот так вот макну. Мама будет еще посолю. Моя бабушка по отцу работала раньше на хлебозаводе. Ну, конечно, ее сейчас живых нет. Умерла давно. Я всегда к ней ходила на хлебозавод. и она мне вот такой всегда хлебушек давала. Масло когда-то было какое вкусное. Его чай мне сладкого наведет. Я вот намокаюсь. Еще с собой хлебушка даст. И побегу домой. Я такую курочку видите. Нельзя. Ум отъешь. Ум отъешь. Никаких гамбургер, пиццы и фигицы не сравнятся с простым русским хлебом. Правильно говорят. Хлеб на столе. Все сытые. Хлеб всему голова. Какие там еще есть поговорки и слова. Все вылетело мне из головы пока я там по бурелому ходила. Это что-то с чем-то. Надо колтеть сказать. нажать. Ну что и вам захотелось? У меня тут борщик сегодня еще дело. Заправочка для борща. Вот такая. Делаете вы? Нет? Я делаю. Очень удобно на скорую руку. Ну, что, соблазнила? Сандовчане, бегите за хлебом, пока горячий. Мне приятного аппетита. Еще небольшое воспоминание из детства. Помните, когда нас родители посылали из-за хлеба в магазин? В каком состоянии была буханка, да? Вспомнили все? Вот вся такая обгрузанная из обоих сторон. И здесь, и здесь всяк. Приносили даже вообще без корки. Не знаю, как вы, а я так точно. Раньше как-то питались без изысков, правда ведь? Что было? Тем и сыты. Отрежешь кусок хлеба черного, посыплешь солью или сахаром, намочишь водичкой, да? И побежишь на улицу, а там все налетят на тебя. Дай откусить, дай откусить. Ведь давали, никто ничем не болел, никакого коронавируса не было. Все были сыты и довольны и счастливы. Никакой зависти ни у кого не было. Все питались одинаково. Вот. У кого-то может что-то побольше было и повкуснее дома, у кого родители побогаче. А так в основном и одевались и питались все в нашем магазине в сельпу. Выращивали скотину, было мясо свое, овощи, это уж всегда все без изысков. Вот. Особенно в нашем поселке и мандарин то не было. Это уж сейчас, в последнее время тут начали мандарины. А в советской это там многие начнут как-то это самое тут в какой-то переписке, я в группе в какой-то контактах. Вот. А помните там на новогодние подарки, в новогодние подарки клали мандаринки. Я говорю, может в городе в Ленинграде там ну это самое или в Москве и клали вам мандаринки. А в нашем то поселке яблочко-то было и то за счастье получить на Новый год. Всё в крошках от печенья. Конфеты, карамельки. Ничего такого не было. Искали, искали там что-то повкуснее, конечно. Орешки были грецкие. Что там ещё? Пачка вафель, пачка печенья, яблоко перемороженное. Это сейчас нам возят и холодильники, и зимой везут фрукты, овощи и не замерзают. А что там раньше-то? Кто в нашей деревне повезёт-то? Хотя население-то у нас порядочно было раньше. Это сейчас уже тут никого не остаётся. Молодёжь уезжает. Сейчас точно так и съем. Скажут, не культурно ломать. Надо отрезать. А так вкуснее. Так что вот, ребята, пойду-ка я, наверное, сейчас надо мне ещё помидорок доснимать. У меня тут вот сняты. Это куда-то хата. Да сделаю-ка я, наверное, помидорки ещё по-корейски сегодня. Может, вам покажу рецептик. Я, скорее всего, поснимаю другие. У меня там есть французский гроздевой. Вот. Они более, конечно, подходят. Ну, может, и эти в следующий раз я тоже их... Пока ещё можно им лежать. Пусть полежат, а я пойду соберу сейчас французский гроздевой. А пока, наверное, пока, пока. и до встречи.